Здравствуйте, а здесь у вас инвестиционный центр? Что, вы ищете инвестиции? Появится ли резервная валюта от стран БРИКС и сможет ли она заменить доллар и даже его сместить с лидирующих позиций? Очень много сейчас новостей появляется на эту тему, но давайте разбираться. Во-первых, кто такие БРИКС, что они делают, возможно ли это сделать, сместить доллар сейчас или нет. Вот будем детально сейчас разбираться. Для начала хочу сказать, кто у нас входит в БРИКС. Вот, пожалуйста, членство Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР. На сегодняшний день можете посмотреть это все прямо в Википедии. Интересно, что сейчас говорят. Вот, например, новость, когда появится новая валюта БРИКС и как она повлияет на рубль. Вот очень интересный момент, потому что многих людей интересует, что будет с рублем. Кого-то интересует, что будет с долларом или с другими национальными валютами. Поэтому давайте тут посмотрим. Вот ряд экономистов, например, бывший главный экономист Международного валютного фонда, я думаю, не последний человек в мире, считает этот план безумным. Главная причина, кстати, очень серьезная причина, посмотрите, большой разрыв в экономических показателях между странами. Экономические показатели. Давайте посмотрим, что это значит. Уровень инфляции, да, инфляцию все понимают, прекрасно. Уровень инфляции в Аргентине в ноябре, например, 2022 года составил 92%. 92% инфляция, а в Бразилии 5,9%. Разница просто какая? Здесь 5,9% инфляция, а здесь 92%. Или в нашей стране там говорят 7, 8, 9, сколько там у нас? 20%. В Аргентине за месяц инфляция выше, чем в Бразилии за год. С 2017 года курс бразильского реала обесценился к доллару на 39%, а аргентинского песо на 90%. В таких разных экономических условиях строить единый валютный союз сложно и опасно, в первую очередь для Бразилии. Вот можно посмотреть на курс бразильского реала и аргентинского песо к доллару. Вот что происходило. Здесь мы это прекрасно все видим. Здесь есть графики. И вот изначально хотел поговорить, кто такие вообще БРИКС, потому что может кто-то вообще не понимает, что такое БРИКС. Вот здесь даже тоже описано в этой статье. БРИКС сокращение от Brazil, Russian, India, China, South, Africa и так далее. Межгосударственный союз пяти государств. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Созданы в 2006 году. Базовая цель была объединение. Создание платформы для взаимовыгодного партнерства, обеспечение финансовой и социальной стабильности в каждой из стран. В момент создания союза у стран были схожие цели и вызовы. Это были развивающиеся страны с растущей экономикой. Я скажу, что и сейчас они растущие. Ну, естественно, в Китае уже развитая экономика, очень быстро скачок они сделали. Индия сейчас находится на очень серьезном скачке. Развитие сейчас у них впереди будет, это можно сказать, следующий Китай по развитию. И вот смотрим, первая неофициальная встреча союза прошла в 2006 году. Вот, изначально в союз входили 4 страны. Но сейчас, как я уже сказал, сколько стран входит. На страны БРИКС приходится около 27% мировой поверхности суши, 43% мирового населения и 26% мирового ВВП. В 2009 году на страны группы приходилось 16% мирового ВВП. А в 2017-м 23%. Это вам просто цифры, чтобы было понимание. Я думаю, что интересно на самом деле. Согласно прогнозам статиста, рост ВВП в странах БРИКС будет опережать мировые темпы и увеличится с 24 триллионов долларов по итогам 2021 года до 39,4 триллиона долларов в 2027. Это рост на 62%. По данным Всемирного банка, объем мирового экспорта на конец 2021 года составил 22,4 триллиона, а импорта 22,6 триллиона. На долю стран БРИКС пришлось 20% мирового экспорта и 17% мирового импорта. И вот здесь можно посмотреть на самом деле. Вот показатели стран БРИКС. Номинальный ВВП миллиардов долларов. То есть вот Бразилия, например, это 1 триллион 890 миллиардов долларов. Россия у нас, значит, 2 триллиона долларов. Индия 3,4 триллиона долларов. И Китай 18 триллионов долларов. Видимо, ЮАР там 411. То есть вот такие вот данные. Тут можно еще посмотреть, если интересно, нажимайте на паузу, смотрите. Вот. Но самое интересное, почему проект этот провальный? Вот по созданию резервной новой мировой валюты. И, во-первых, если мы посмотрим, в чем происходят в мире вообще расчеты, да, у нас твердая валюта, основная валюта, единицы измерения уже доллара, по которому все меряют в мире, приходится. Да, они, естественно, очень сильно влияют на мир. И на это все жалуются. Многие страны жалуются на это, то, что они могут влиять на мир. И у них печатный станок, они эмиссию просто увеличивают, увеличивают постоянно. И, как бы, ничего хорошего-то в этом нет. Инфляцию просто порождает по всему миру. Вот. Но почему это невозможно? Потому что, во-первых, у нас, если все транзакции вообще посмотреть, все денежные, международные транзакции, которые идут по всему миру, то больше, чем 80% в долларах они происходят. В долларах по всему миру. Все страны уже используют доллар. Посмотрите на любую страну. Куда не прилетишь, везде ценится, котируется доллар. Да, может, где-то просят евро. Но доллар, он практически везде котируется. Поэтому просто он заполонил уже всю планету. Как ни крути. Вот это Бреттенвудский договор, который тогда делали, ну, тогда надо было думать. Уже сделано. Вот. И у нас тут Путин констатировал провал проекта единой валюты БРИКС. Да, какой интересный момент. Проект единой валюты БРИКС, который в 2022 году предложила Москва, обещая покончить с гегемония доллара и диктатом его хозяев в лице США, а закончился фиаско, пишут. В настоящий момент введение единой валюты на уровне блока не рассматривается, поскольку стран БРИКС к ней не готовы. И вот здесь вот проект не созрел. Подчеркнул он на встрече с представителями СМИ стран, членов БРИКС. Экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными. Иначе мы столкнемся с теми проблемами, которые возникли в том же Евросоюзе, цитирует Путина. И вот здесь я тоже скажу сейчас по поводу Евросоюза, по поводу того, когда Евро зарождался. Потому что вопрос, а кто-нибудь знает, сколько понадобилось времени, чтобы Евро запустить? И когда говорят, что сейчас все, доллара не будет, новая валюта, БРИКС будет и так далее. Вы думаете, так это легко делается? Это так быстро появится? Нет. Сейчас на это посмотрим. Вот здесь очень интересный момент я нашел. Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков на форуме в Нью-Дели в марте 2023-го предлагал обеспечить валюту БРИКС реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами, чтобы она выгодно отличалась от доллара и евро, которые, по словам депутата, не обеспечены ничем. Вот. Ничем не обеспечено, это, конечно, громко связано. Если раньше золотом было обеспечено, то сейчас, как минимум, валюта обеспечена экономиками стран. Но окей. Как бы круто звучит обеспечить землей, редкоземельными металлами и так далее. Ну, круто, конечно. Но только сделай. Вопрос. Попробуй это сделать. Но, естественно, вот дальше читаем. Но убедить коллег по БРИКС Кремлю не удалось. Первыми идею забраковали власти ЮАР. Экономика очень сложна. И поэтому не стоит предполагать, что эта идея будет работать, заявила в мае 2023-го года министр иностранных дел Республики Наледи Пандор. В июле того же года валютный проект Путина отвергла Индия. Естественно, в Индии все понятно. Они и так сейчас сами хорошо развиваются и нацелены на себя. Министр финансов которой, очень сложно прочитать, Субраманьяма Джайшанкара отказался даже обсуждать проект в рамках саммита БРИКС. Индия сосредоточена на укреплении своей национальной валюты, рупии. И оно будет главным приоритетом индийского правительства, пояснил министр. Но, конечно же, каждый свою корову, своя корова лучше. Поэтому, конечно, они хотят свою укреплять. Но объединяться надо. Здесь объединяться надо. А не каждый там, мы сейчас свою будем валюту. Нет, мы будем свою укреплять и так далее. Вот они и играются. И будут играться дальше. Но доллар, как правило, так и будет править. Это еще один звоночек, что не могут они объединиться и все-таки создать. Это очень сложно. Каждый хочет свою страну поднимать. Проблемы возникли у банка развития БРИКС, который по задумке должен был стать оператором валютного проекта Путина. На две трети зависимый от долларового финансирования после начала войны банк оказался отрезан от рынков капитала, став токсичным в глазах инвесторов из-за участия России, которая владеет 20% банка. Ну, как обычно теперь. Мы теперь как красная тряпка россияне. Эй-эй, все. Теперь везде отказаться от всех. При этом банк БРИКС полностью соблюдает введенные против России санкции. Говорила ранее его глава Дилма Русеф. Она добавила, что банк больше не инвестирует в Россию и не планирует это делать. Вот такие интересные моменты происходят с этим. Хочу еще посмотреть на самом деле на историю. Историю развития евро. Почему говорю, что не будет такого. Очень сложно сместить такого мастодонта, как доллар, который уже давным-давно правит на рынке, на мировом рынке. И, кстати, посмотрим, давайте, когда говорят резервные валюты. Кто-то вообще не понимает, что такое резервные валюты. На самом-то деле, давайте посмотрим на статистику, какие резервные валютные фонды хранятся в разных государствах. В чем хранят разные центробанки мира? Вот здесь как раз-таки вот открою резервную валюту. И здесь у нас видно, с 2003 года по 2023 год. 20 лет. Что было и что есть? Посмотрим. Вот, в долларе у нас, смотрим, в долларе США у нас было 65,8%, потом 65, 64, снижалось 61, 62, потом увеличилось 63 снова, потом снова 62. И вот оно примерно вот 60 идет, 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 идет. И сейчас, если в 2021 году снижалось до 58, то сейчас снова поднялось до 59, 17, 2023, конец года. 2024 покажет, посмотрим на статистику, на официальную. Вот, то есть разные страны государств резервы хранят в долларе на 60%. На 60% в долларе. Естественно, понятно, какая мировая валюта. В евро хранят на 19. Если мы смотрим, что было в 2003 году, например, было 25, потом снижалось 26, 27 было, потом снова росло, снова снижалось. И вот уже около 20 всегда плавает, хранят в евро. И остальные, естественно, валюты, вот мы видим все остальные. И юань здесь вот появился, пожалуйста, в 2016 году в резервные валюты вошел в корзину резервную. И вот 2,37% всего лишь. Причем было 2,76, вот мы видим 2,79, и вот 2,37 немножко снизилось. Ну, естественно, после того, как заявил глава государства о том, что наша валюта там, мы можем ее ограничить, можем все что угодно с ней сделать. Ну, как это может быть резервной валютой? Что могут кому-то там что-то запретить, ограничить и так далее. Нам все давайте, а мы вам не дадим. Мы вам все заблокируем там и так далее. Ну, странная история. Ну, и видим здесь другие, естественно, валюты. Все это маленькие проценты. Вот вам, пожалуйста, официальные данные Международного валютного фонда. Здесь все видно, какая резервная валюта на сегодняшний день. И евро занимает 20%, 20%. А теперь давайте посмотрим на историю евро. Почему? Говорю, что это очень сложно взять и создать новую валюту. Вот эти новости вот людям гуляют, вот так вот гуляют где-то в разумах людей. И люди такие, о, услышал звон, не знаю где он. Все, завтра появится новая валюта, доллара не будет, будет новая валюта Брикс. Да не смешите ни себя, ни других. Себя можете, конечно, смешить, но других не надо смешить. Так вот, в итоге, посмотрим на историю развития евро. Вот просто даже посмотрите в интернете, что написано по этому поводу. Я еще до этого ее вычитал. История развития евро началась с Римского договора 1957 года о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. То есть вот тоже, естественно, они его подписали. ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Сказали, давайте все ударили по рукам, будем делать. Потому что, ну что это такое? Надо, чтобы свободно передвигалось все в этом мире. За свободу, слово прав там и так далее. В итоге, 13 марта 1979 года вступило в силу соглашение о создании европейской валютной системы, ЕВС. Система стала прообразом современного евро. Переход к официальной валюте стран еврозоны состоялся 1 января 1999 года. Вот теперь посмотрите. В 1957 году они, значит, начали об этом говорить, что вот, да, давайте, подписали, подписали все об этом. И в 1979 вступило в силу соглашение. И после 1979 20 лет прошло. 20 лет прошло для того, чтобы запустить, так даже скажу 23, потому что в безналичном виде валюта появилась в 1999 году. Но вспоминайте 1999 год. Где, где, где видели в безналичном обращении это? Кто, щупали вы это? Нет, нет, не работало еще ничего. А банкноты и монеты начали циркулировать с 1 января 2002 года. Вот, пожалуйста, 22 года даже. 22, не 23. Евро быстро перенял прежние национальные валюты стран-участниц и медленно стал использоваться в других странах ЕС. Даже тех, которые не входят в еврозону. Это началось, и вот он потихоньку распространился. 20 лет понадобилось. Больше 20 лет. Поэтому говорит, что сейчас быстро доллар умрет, все умрет. Все, сейчас будет новая валюта. Китай, китайский юань будет срочной резервной валютой новой. Или вот, пожалуйста, новая от стран Брикс сейчас будет. Какой-нибудь Брикрубль там сейчас будет. Давайте все. Смешно? Правда смешно. Вот, поэтому пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете обязательно. Это все не так просто. Я поэтому и говорю, что десятилетиями еще доллар никуда не денется. Десятилетиями. Вот и все. Поэтому жду от вас комментарии. Давайте обсуждать. Делитесь с друзьями. Потому что тема действительно сейчас шумит, бурлит. Многие думают, что правда появится сейчас новая резервная валюта от Брикс. И сместит просто доллар в мире. Ну да, конечно. Размечтались. Надеюсь, видео было полезным. Мы с вами увидимся в следующем видео. Кстати, обязательно в своем закрытом канале еще более подробно о резервных валютах дам пояснение. И сделаю отдельный обзорчик такой интересный. С вами увидимся в следующем видео.